Привет, девчонки, это Маша. Есть такая техника дизайна ногтей при моделировании, как 3D French. Достаточно сложная, трудоемкая, но интересная работа. Конечно, это будет легче и быстрее, если потренироваться, набить руку. Но все же я бы сказала, что такое занятие не на поток, но тем не менее поиграться интересно как мастерам, так и домашним любителям маникюра. Но вот какое дело, не все хотят наращивать ногти. Так что в этом видео я решила поэкспериментировать и сделать 3D дизайн без наращивания. Да, конечно же, эффект получается не такой глубокий, как с наращиванием, но и ноготь при этом натуральный и выглядит не толще, чем обычное покрытие гель-лака. Давайте начнем. Ногтям 3 недели, может быть немножечко больше, но матовый топ на светлом гель-лаке в этот раз дошел до меня в весьма устрашающем виде. Это все мы срочно спиливаем. На прошлой коррекции мы донаращивали немного длины ногтям, но и в этот раз, как и запланировали, выходим в свои натуральные ноготки. Продолжение следует... Сняв гель-лак, я убираю, фрезуя искусственный кончик и перехожу к опилу. Опиливая форму пилочкой, я предварительно сравниваю длину ноготков. Сравнила, и если одинаково, то скругляю. И так каждый ноготок это позволяет делать сразу одинаковые и подлиннее по форме ногти, и решить проблему опила в технике лисицы и сыра. У многих мастеров это проблема. После опила формы дочищаю поверхность, снимая лишний материал и выравнивая ноготь. Ну и учитывая характер наших сегодняшних работ, нужно по максимуму убрать объем старого материала, как минимум на ногтях, на которых будет дизайн. Это, конечно же, не значит, что нужно снимать старый гель полностью. Просто посматривайте с торца и оставьте очень тонкий слой. Теперь мурникюр. В этот раз нам предстоит поверхностный опил геля пилкой и возле кутикулы в том числе. Но я все равно делаю маникюр полностью, срезая кутикулу и отшлифовывая. В принципе, если опила в зоне кутикулы не очень много и пилить аккуратно и вдумчиво, то никакого дискомфорта и тем более ранений пилкой клиент не получит. И да, мне удалось подробно заснять кусочек макросреза кутикулы. Смотрите, лишнее снимается конкретно по линии среза, только то, что мы вывернули. Ну и да, у всех мастеров своя, правда, относительно техник маникюра, но я считаю ошибкой, когда при срезе кутикулы полоска кожи, которую мы срезаем, начинает ползти лоскутом вверх. Именно от такого маникюра и грубеет кутикула. Итак, готовим ноготки. Убрав пыль, я дегидрирую ногтевую пластину и наношу праймер только на свободный край. База. На первом слое все ногти просто грунтуем. На этом этапе нам нужно определиться, где именно будет дизайн, так как все ноготки мы выравниваем, как обычно. Но под дизайн нам нужен максимально тонкий слой, чтобы было место на объем в дизайне. Нанесла сейчас вот эту базу. Это новый и более демократичный бренд от Космопрофи. Называется Secret Nails и вот тестирую. Эти ногти скоро уже придут на коррекцию, но хозяйка отчиталась, что все на месте. Она ничего не сломала, ничего не отслоилось и вообще порядок. Также приехали цветники и гели. Сразу покажу, чтобы понятно было, с чем сегодня работаем. Гель для дизайна нам понадобится обязательно тягученький и такой статичный, чтобы он не расплывался, но при этом он должен чуть-чуть натягиваться на поверхности и как бы немножко выравниваться. Он не должен ложиться кусками. У меня тут в двух цветах приехал синий однофазник и фиолетовый скульптурный, но он очень гусой. В банке геля, конечно, выглядят очень яркими, но на ногтях, понятное дело, они прозрачные. Я в работу взяла скульптурный прозрачно-фиолетовый гель, потому что он гуще. И цветники. Консистенция вязкая, не текучая и оттенки-то в целом плотные. Не такие, конечно, как краска, но они все равно ложатся укрывисто и насыщенно в два слоя. Синяя эмаль мне показалась очень интересной. Она такая темная, плотная, но как будто аж светится. Очень хочу попробовать этот цвет в дизайнах. И, кстати, если вы еще не знали, то я вам скажу, что Pantone назвал классический синий цвет цветом будущего года. Интересная информация, как говорится, посмотрим. Ну, а на сегодня в работу я взяла два оттенка. Бежевый оставлю в один слой. Этот оттенок плотный, близкий к цвету ногтя. И одного слоя в данном случае мне достаточно. Вообще, для сегодняшнего дизайна нужно брать очень плотные гель-лайки, даже чуть ли не краску вообще-то. Но я решила обойтись лаками, и мне этого хватило. Как я уже сказала, бежевый плотный, но остальные оттенки наслаиваются на его подфоновку, поэтому тоже можно вправиться одним слоем. Но это если мощная лампа. Вот вишневый наношу все же в два, ложится хорошо, но первый слой получается прозрачным, как вишневый кисель. А в два как раз то, что нужно. Для дизайна нам понадобится некая градация. Это, конечно же, могут быть не только цвета градиента, а и совершенно разные цвета. Например, палитра, пастель, это тоже будет очень красиво. Но я бы не советовала делать в этом дизайне больше трех цветных слоев. Просто это и так работка такая, что повозиться немножко нужно. Ну и каждый новый слой, который дублируется на нескольких или даже на всех ногтях, это большой кусок времени. Вообще эти 3D дизайны можно делать чем-то фактурным. Или акригелем, или каким-то густым гелем. У дизайна, в принципе, такая прямая аналогия с выкладным френчем. И если умеешь выкладывать гель-желе так, чтобы потом не пилить линию улыбки ровненько, то можно им. Ну а есть эти мастера, которые даже с акригелем улыбку подпиливают. Тут у кого какая технология и кому как удобно, плюс еще много зависит от материала. Я для сокращения времени работы решила сделать слои не ровно по кутикуле, а такими произвольными волночками. Ну, есть же разница, то ли выложить непринужденный изгиб просто ровно, то ли выравнивать симметричную, классную такую идеальную линию улыбки, причем в три раза подряд. Разница есть. Кроме того, я честно скажу, что вариант с вот такой абстракцией мне, например, нравится больше, чем полосатые френчи. Суть работы очень простая, и главное в этой технике выкладывать высокий ровный бортик, точно так же, как вот выкладной френч. С акригелем легче, если делать какие-то замысловатые формы, но если делаем что-то такое простенькое, то и гель тоже подойдет. Выложили объем, просушили, закрасили бортик вместе с новым участком цвета, снова-таки просушили, причем до конца, ну и затем цикл повторяется столько раз, сколько у вас слоев цвета. В работе с густым гелем, чтобы проще его выложить, я сначала тонко промазываю кистью контур объемного участка, а затем этой же кисточкой наворачиваю бортик. Получается достаточно легко, и если вдруг что-то пошло не так, и вам нужно что-то подправить, то этой же тонкой кистью, только уже чистой и сухой, проглаживаем контур нашего участка. Бортик зарисовываем повыше, и если у вас не нашлось нужного цвета краски, и вы работаете лаком, как и я, то бдитесь, чтобы в уголке между гелем и ногтем не собиралась капля, она может не просохнуть, и если это произойдет, ногти со временем начнут отпадать красивыми кусочками. Вот поэтому очень важно просушивать гель-лак до конца. В конце я добавляю немного геля над первым участком ногтя, он нам там понадобится, архитектура и все такое. Просушиваем полное время, и, конечно же, пилим. Опиливаем миндаль мягкой пилкой, и постоянно поглядываем, чтобы не спилить чего лишнего. Объем в дизайне должен остаться, ну а ноготь не должен быть слишком объемным. В целом это несложно, просто нужно повнимательнее, и не слишком взверствовать пилкой. Мягкий абразив как раз для того, чтобы снимать понемногу. Осталось только покрыть это дело топом. Это тот же топ Secret Nails из новой посылочки. Ну вот, дело не хитрое, а повозиться нужно. В большей или меньшей мере, это может быть проще или сложнее, тут уж кто как натренировался на выкладных френчах. Результат интересный. В этой работе у меня получился, конечно, не очень глубокий эффект. На толщину простого покрытия, конечно, в наращивании эта толщина больше, и эффект получается глубже, но вот можно и так. Покажите, что у вас получилось по этому мастер-классу, буду ждать ваша работа в Instagram по хэштегу MashaCreate. Я их посмотрю, полайкаю и покажу тут в конце видео. Поставьте этому видео лайк, если вам было интересно. Если что-то непонятно, спрашивайте в комментариях. Подпишитесь на мой канал, если еще этого не сделали. Ну и, конечно же, я буду рада видеть вас у себя в Instagram. А с вами была я, Маша. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok